всем привет вы на канале вяжем дома и сегодня я хочу показать вам как связать можно вот такую вот маечку но она еще не довязана связана только передняя часть или спинка они одинаково будут я недавно выкладывала видео мы тоже вязали маечку но она была с другим воротам вот с таким вот круглым а теперь я вот с таким вот в-образным вырезом к для вязания вам понадобится я вязала на спицах 3 25 и ниточки использовала вот такой вот это стопроцентный хлопок фирмы нако cotton голод он называется моточки идут большие по 200 грамм 200 грамм с по 100 грамм и в них идет 200 метров вот вот на это все у меня ушло 2 моточка и вот от 3 буквально только ну немножко начала так что 3 мотков вам хватит за глаза и за уши так и как и так как мы будем вязать вы видите я тут уже связала но это все очень легко связать во первых вы померьте обхват обхват груди к этому обхвату прибавьте 3-4 сантиметра для того чтобы маечка не было в облипку так она более-менее свободно облегала дальше свяжите образец и высчитайте сколько в 10 сантиметрах у вас петелек затем эти петельки умножьте на объем груди который у вас получился и получится сколько вам надо петелек набирать я на вот здесь вот набрала повторюсь на спицах 3 25 160 петель 161 1 ушла для соединения в круг и 160 ушло на маечку и начала вязать просто лицевую гладью по кругу вот здесь вот я не делала никакой окантовки вот как здесь видите здесь я провязала платочной вязкой зато край не закручивается ничего в принципе у меня и так вроде не закручивается если постирать он еще больше расправиться вот здесь в начале маечки я сделала вот такой вот эффект рвани делается он просто делается накид дальше провязывается необходимое количество рядов этот ряд где было накид вы спускаете петельку и и и распускаете и она не идет дальше вода накида доходит и останавливается сейчас я добавлю ссылочку сверху будет как напоминание если вы не поняли или хотите также сделать как это сделать у меня есть для для этого отдельно посвященное видео дальше я провязала по кругу необходимую мне высоту лицевой глади получилось у меня вот отсюда во до среза до подмышки 37 сантиметров но это еще довод того после этого может на сантиметре к полтора прибавится сады тебе вы вяжете по кругу сколько вам нужно затем вязание делите напополам одну часть петель а именно 80 я оставила на спицах и вторые 80 я вот на такую ниточку просто проделаем ниточку чтобы они не мешались если у вас есть спицы дополнительные с блокаторами можно оставить их на спицах и стала вязать его дальше то есть сделала вот этим год вырезы как они не называются это вспомним пройма вот начала сначала выреза убавление для пройм с обоих сторон потом горловине вперед и спинка будет тут одинаково так что как вот это вот вязать я сейчас вам покажу вам нужно сейчас переснять петельки на спицы и начать вязать переоделать одела петли на спицы и начинаем вязать добавляем ниточку и теперь в самом начале нам нужно закрыть 3 петельки закрываем мы их вот так вот провязываем по 2 петли вместе лицевой 1 надеваем 2 3 и вяжем теперь до конца ряда нигде ничего не убавляем просто лицевыми петельками вяжем до конца это будет у нас первый ряд я провязала первый ряд последним кромочным провязала изнанкой переворачиваем вязание второй ряд изнаночный также с в самом начале закрываем 3 петли провязывая по 2 вместе только изнаночные 1 2 3 и теперь вяжем изнаночными петельками до конца ряда последнюю кромочную мы не провязываем а просто переснимаем ну на спицы оставляя не провязанной так вяжем до конца ряда провязала вот до конца ряда и последнюю петельку просто пересняла переворачиваем вязание и опять нам нужно закрыть 3 петельки только смотрите то что мы 1 кромочную не провязывали смотрите мы как делаем и вот так вот вставляем спицу подцепляем вторую петельку и протаскиваем и получается что у нас одна петелька сокращена уже осталось сократить еще 2 провязываем 2 вместе лицевой еще разочек 2 вместе лицевой кромочные петельки старайтесь так в натягу вязать чтобы у нас вот сокращение были вот такие ровненькие без всяких лесенок все три петельки сократили вяжем до конца ряда лицевыми петельками кромочную петлю также не провязываем просто переснимаем петельку оставляя ее не провязанной третий ряд провязала кромочную пересняла не провязаны вяжем четвертый ряд нас изнаночный в начале ряда нам нужно опять сократить 3 петли сокращаем аналогично второму ряду через эту не провязанную петельку протаскиваем вот эту все одну петельку сократили здесь ниточку подтягивайте осталось сократить еще 2 провязываем изнаночные 2 вместе и еще раз изнаночной 2 вместе все вот сократили еще 3 петельки видите аккуратненько получается теперь вяжем до конца ряда изнаночными кромочную петельку уже провязываем изнаночной петелькой теперь это у нас будет сейчас пятый ряд вот смотрите с 5 ряда значит 5 7 9 и 11 ряды будем делать убавки с двух сторон следующим образом а изнаночные ряды будем вязать просто по рисунку смотрите какие будем делать убавки кромочную петельку снимаем вторую вяжем лицевой дальше третью четвертую провязываем лицевой вместе с наклоном вправо то есть вяжем 2 вместе лицевой за переднюю стеночку остальные петельки вяжем лицевые лицевыми не провязывая последние четыре петли вот у меня осталось 4 петельки убавку делаем следующим образом то есть нам нужно сократить вот эти вот две лицевой с наклоном влево для этого первую одну петельку снимаем следующую вяжем лицевой и набрасываем на нее снятую петельку вот получилась у бабочка с наклоном влево следующую вяжем лицевой и кромочную изнанкой это был пятый ряд шестой ряд будем изнаночными вязать петельками нигде ничего не убавляя 7 ряд точно так же как провязали 5 8 изнаночный 9 также как 5 вязали 10 ничего не убавляя и 11 как вязали 5 12 ничего не убавляя из 13 ряда мы будем делать убавки еще и для горловины и так сейчас самостоятельно вяжем 6 7 8 9 10 11 и 12 ряды я провязала 12 рядов и начиная с тринадцатого ряда вот это вот количество петель нам нужно поделить пополам и повесить маркер у меня вот здесь осталось 60 петель и то есть 30 петелек и маркер 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 вот на это местечко мешаем вот так и начинаем теперь вязать получается мы вяжем 13 ряд вяжем со стороны проймы также как и вязали кромочная 1 лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо дальше вяжем лицевыми не довязывая до маркера 4 петли третью четвертую нам нужно будет сократить провязав лиц вместе 2 петельки лицевой с наклоном влево вяжем 2 4 5 петель а вот у нас осталось 4 петельки до маркера 3 4 мы провязываем лиц вместе лицевой с наклоном влево потом лицевая и вот последнюю кромочную и изнаночной переворачиваем вязание все петельки провязываем изнаночными нигде ничего не сокращая как это мы провязали 13 14 ряд изнаночными смотрите теперь точно так же как вязали 13 ряд то есть сокращая с обоих сторон мы вяжем 15 ряд 16 изнаночной 17 19 и 21 и из 23 ряда у нас будут убавки только со стороны горловины так значит сейчас вяжем еще 15 16 17 18 19 20 21 22 8 рядочков вот как сейчас я показала убавляя с обоих сторон с горловины из проймы по петельке все и провязала 22 ряд из 23 ряда мы будем делать убавление только со стороны горловины начале ряда убавление мы делать не будем а будем только провязывать так сейчас провяжу до тех пор пока 4 петельки не останется вот и будем делать только убавки со стороны горловины провязывая 2 вместе лицевой с наклоном влево кромочную изнаночной следующий ряд изнаночной без убавлений и будем вязать чередуя ряд с убавками на лицевой стороне и ряд без убавок до тех пор пока на спицах у нас не останется 9 петелек так вяжем вот у меня на спицах осталось 9 петель и теперь нам нужно вязать длину лямки которая вам необходимо для этого меряйте маечку на себе и как вы вы поймете вяжем ее просто лицевыми петельками нигде ничего не сокращая оставшиеся петельки вы только не закрывайте можно сделать как я вот здесь вот видите сняла их просто вот на такой маркер потому что мы будем нашивать лямочки швом петля в петлю чтобы было все аккуратно вот я провязала необходимую мне высоту лямки и петли пересняла на маркер чтобы потом их закрыть швом петля в петлю сейчас посмотрю сколько сантиметров я провязала вот после последней убавки я провязала еще 7 сантиметров лямочки у вас это может быть свой ну своя длина которая вам нужно продолжаем вязать вторую часть она вяжется аналогично 1 добавляем ниточку и это у нас получается значит 13 ряд как бы мы вяжем когда убавки у нас были с обоих сторон начинаем кромочную снимаем вяжем одну лицевую и две петельки вместе лицевой с наклоном вправо дальше вяжем лицевыми до последних четырех петелек и будем делать убавку с наклоном влево снимаем петельку лицевой набрасываем на нее снятую петельку лицевая и кромочная петля изнаночной следующий ряд получается это у нас 14 его мы вяжем полностью изнаночными петельками ничего нигде не убавляя провязали 13 14 рядным мы вяжем аналогично вот этой части значит теперь 15 17 19 и 23 ряды вяжем как вот сейчас провязали убавляя по петельке с обоих сторон здесь провязываем в начале ряда 2 лицевой с наклоном вправо и в конце 2 лицевой с наклоном влево и вяжем так до 23 ряда провязала 22 ряда из 23 варианта как и на первой половинке мы сокращаем только в начале ряда то есть у горловины провязывая по 2 вместе также лицевой в конце ряда не сокращаем изнаночные ряды вяжем просто изнаночными петельками и продолжаем так вязать пока на спицах у нас не останется 9 петелек все я довязала все лямки и сняла с маркером на спицы их так удобнее будет шить вот я одну лямочку уже сшила вот так вот у меня получился шов вот этот вот шов этот узелок у меня в моточке был узелочек поэтому он так виден и вот так выглядит шевчик сейчас покажу как мы сошьем вам понадобится вот такая вот обычная трикотажная иголочка переодев на спицы сложили их друг с другом и главное правило трикотажного шва что иголка входит в одну петельку два раза первый раз снизу вверх и второй раз сверху вниз сейчас я вам покажу смотрите начинаете так в петельку вот с этой сторонке вставляете иголочку и петельку снимаете со спиц дальше отсюда и также снимаете потом вам необходимо в снятую петлю ввести уже его сверху вниз подхватывая следующую снизу вверх и снимаете вот в эту петельку сверху вниз и снизу вверх в следующую на спице в эту сверху вниз следующая снизу вверх и таким образом таким образом в каждую петельку пока не сошьете полностью шовчик может вам не очень понятно на видео ну как я шью ну когда вы будете сами сшивать вы все поймете вот эти петельки все видны куда вставлять иголочку также у меня есть видео на моем канале как раз этот шов называется шов эта петля в петлю я оставлю ссылочку в описании можете зайти посмотреть нас осталось совсем чуть-чуть все шовчик готов вот он так выглядит ничего незаметно осталось только убрать закрепить убрать ниточки я их прячу на изнаночной сторонке все я убрала кончики маечка полностью готова осталось только провести в эту я уже ее примерила смотрится на шикарно не бойтесь вяжите и у вас все получится не забывайте подписываться на канал и поставить лайк если видео вам понравилось всем пока